здравствуйте сегодня буду злой хочу оставить свой видео отзыв о продуктах которые мне вообще не понравились я пыталась с ними как-то дружить мириться пыталась их использовать честно но по факту они меня очень сильно разочаровали тут есть производство нашего украинского также есть иностранные торговые марки которые тоже меня очень сильно разочаровали начнем с первого это у нас душка смесь для роста ресниц и бровей душка косметика сделана с любовью украина одесса попалась она мне в коробочке красоты love nature мне как бы сама идея неплохая но я сама смешиваю такие масла и более удобном тюбике из-под старой туши которая очень хорошо промыла там не осталось никаких следов туши в определенном соотношении добавляю свои масла которые есть и потом вечером наношу на кончики ресниц где-то за 30 минут до сна и после этого чуть-чуть протираю их и ложу спать в принципе масло остается и она ухаживает за моими ресницами а это мне не очень понравилась эта концепция неудобно то что тут вот вот такой вот выдавливающаяся часть да она в принципе удобно есть ограничитель что она не сработает если вы будете с собой выбрать но неудобно то что потом у вас руки в масле не знаю неудобный формат и как-то она очень быстро про горку я пыталась его использовать но что-то как-то не пошло выкидываю без сожалений второй продукт это паста для детей итальянский бренд капитана если правильно понимаю от трех лет как бы старше тутти фрути но был такой период что мой муж очень нравилось ему чистить зубы именно детскими пастами и вот я купила его такую вот пасту мне показалось что она симпатичная и вроде итальянский бренд но по факту он пользовался я пыталась его добить этот эту зубную пасту но она реально очень сильно влияла на слизистую рта и как-то ну удушивала я не знаю как это правильно сказать но реально мы не смогли ее закончить то есть тут еще осталось довольно в принципе много но я и выкидываю я не буду сожалеть об этом поскольку неприятные ощущения которые которые надавала это не передать честно не рекомендую вашим детям такое покупать хотя тут принципе она направлена именно на детские там зубки я надеюсь что никаких аллергических реакций у вас не будет если у вас такая есть паста возможно это какой-то брак но она реально мы просто не давала дышать извините за упаковку кокосовая маска для волос розмарином питание и укрепление лаванда розмарин мята пена юэй 50 миллилитров не знаю я ее запаковала поскольку она текла это упаковка вообще никакая хотя идея прикольная 50 миллилитров на пробу то очень классно но по факту она течет я пыталась ей пользоваться но как вам сказать я масла вообще люблю но это вообще косовая маска для волос при том маска но она реально не могу даже открыть сейчас попытаюсь вот такой консистенции я смогла открыть только с помощью салфетки пробовала ее наносить один раз нанесла я поняла что это не мой продукт очень тяжело вымывается я не знаю почему хотя кокосовое масло у меня очень хорошо вымывается с волос без сульфатными шампунями но эта маска меня вообще не порадовала я не смогла смыть мне пришлось намыливать это раза четыре шампуням при том два раза я уже сульфатными мыла волосы и вот если честно как то так оно ну не знаю столько страданий ради того чтобы добить этот продукт он не очень был дорогой но я четко знаю что мне именно такая маска не нужно я лучше буду делать масла которые буду сама нагревать добавлять определенные пропорции и иметь конечно не такой удобный формат да то есть там будет масло подогретое а тут вот оно в такой консистенции который легко наносить но я лучше потрачу 5-10 минут больше но я знаю что я туда положила как его разносить на волосы и как легко его можно смыть этот продукт смыть было нереально но идея конечно неплохая что маленький формат но мне вообще оно никак не не подошло извините за такую вот в кулечке но она реально течет и я не хочу портить окружающие эту территорию так следующий продукт авен термальная мицеллярная водичка 25 миллилитров был пробник слава богу я где-то его купила по очень дешевой скидке но мне вообще это водичка не понравилась она как бы не смывала хорошо тушь не было неприятно после ее использования но я вышла с этой ситуации чтобы не выкидывать ее я ее добила но я ее добила на то что я брала ватку и протирала этой ваткой смочены в этом мицеллярном простворе грязные части вот в стыках плиток на кухне кухонной плитки или у себя в ванной то есть она очень хорошо смывала это точечки это грязные части и меня это очень сильно удивило поскольку реально это мицеллярная водичка смывала то что в принципе под силу ну той же лимонной кислоте или чему-то более ядреному возможно состав тут такой то есть он направлен на то чтобы снять как можно больше грязи я не знаю почему она не смывала тушь то есть там тушь не была очень сильно стойкой но не знаю может именно эта тушь которая у меня была и это мицеллярный раствор не совместим между собой но хорошо ушло на то чтобы почистить поубирать на кухне и ванной комнате не рекомендую не знаю может быть каких-то других целей это неплохой мицеллярный раствор но мне вообще не понравился не рекомендую так следующий продукт это у нас фа спорт новинка улучшенная форма честно взяла ее на кассе когда оплачивала какую-то покупку не очень дорого привлекло то что сделано в германии все хорошо маленький формат то есть можно с собой брать но девочки этот аромат и он просто не знаю я конечно понимаю что спорт активно потеешь и так далее но я когда им шикала на всю ванную на всю территорию квартиры где я была реально этот запах разносился но мне не нравится этот запах он очень едкий очень навязчивый и он перебивал запах парфюмированной воды чего угодно что вы наносили то есть как бы ну не знаю может быть для спорта это очень классно я согласна но все равно запах каждый час каждую минуту ты чувствуешь именно этот запах на себе это не очень хорошо возможно кому-то нравится это но я не могу я просто я вода пользовала конечно но пользовала очень не экономно поскольку хотела его добить но хороший тут кстати распылитель вот это позитив а так не рекомендую так следующий продукт это у нас масло от хип для детей для чувствительной кожи малыша но не знаю мне не очень понравилось я рада что я взяла маленький формат при том этот масло очень сильно какой-то определенный период на ютубе рекламировала ося я ее мне не доверяю но мне как-то вообще он не понравился тут конечно позитив в запахе очень классный запах был но сейчас она конечно же чуть подустала и уже прогоркла но запах был неплохой но она как бы не впитывалось в кожу я его использовала на руки и на ноги но как бы липкость оставалась и нужно было одевать и носки и перчатки какие-то чтобы заснуть с этим маслом и под утро она в принципе впитывалось но все равно это столько лишних телодвижений и под утро она даже не впитывалась полностью то есть я вставала я все равно потом мыла руки и ну какое-то ощущение оставалось на руках это мне вообще не нравилось и не знаю мне не понравилось это масло я понимаю что он может быть кому-то нравится но это моё чисто мнение мне она не понравилась я вот даже не до конца добила а а а а